Всех с наступающим, а кого-то уже с наступившим Новым Годом! С вами Хомиш, и сейчас я думаю сделать предновогодний ролик, ну и в принципе ролик о игре Escape from Tarkov, которую я уже приобрел в виде самого дорогого предзаказа за 5000 рублей, потому что я считаю, что это прорыв во всей игровой индустрии. И то, что мы видели, или если вдруг вы не видели, сейчас у вас будет на экранах, заставляет все-таки задуматься, ведь вот эта вся кастомизация, вся проработанная карта, проработанный мир и в целом сам Escape from Tarkov и сам город Tarkov, это просто шедевр, как мне кажется разработчики из Battlestate сделают что-то просто сногсшибательное, поэтому лично я считаю, да и всех призываю покупать предзаказ, ведь после предзаказа игра будет без всяких бустеров, то есть она появится в стиме, будет стоить где-то полторуху, поначалу может быть со скидкой минус 15%, и все, вы будете покупать игру, у вас будет стандартная экипировка и ничего более. Сейчас можно и бустеры получить, увеличенные схроны, всякую-всякую-всякую-всящину. Но для начала я постараюсь объяснить, что же вообще такое Escape from Tarkov и зачем его предзаказывать. Это можно сказать симулятор выживания, ну и даже выхода из Таркова, с элементами и тактического шутера, и просто шутера первого лица, ну и даже боевого симулятора, с различными элементами RPG и ммошностью некой, но ммошность, как я думаю, здесь будет не сильно важна, а скорее будет что-то вроде Сталкера и DayZ Standalone в одной игре сразу с классной кастомизацией и классным миром, и тут даже говорить не о чем. Такая игра нам нужна, и наши разработчики Battle State таки могут показать всему миру, реально всему миру, что нужно делать игре вот таким подобным образом. Ведь большинство разработчиков, даже те же DICE, Activision, ну а точнее не Activision, а те, кто работают на Activision, там Infinity Ward, Treyarch и прочее, они вроде бы и делают игру, но ничего революционного не вносят, и те, кто реально что-то пытаются сделать, это чаще всего какие-то мододелы, как например в Sarmoy 3 получилось. Разработчики и богемии сделали игру, а после этого уже мододелы сделали и Breaking Point, и Poch, и Excel, и прочее, то есть люди сами себя развлекают лишь потому, что индустрия никак не развивается, а все, что выходит, это что-то такое очень непонятное, то есть вроде игры неплохие, вон выходит Battlefront, вон всякие Battlefield, Call of Duty, все-все-все, но это все одно и то же, то есть жанр никак не развивается, а нужно развивать, и вот Escape from Tarkov это развитие жанра экшенов, то есть изначально просто экшен-шутер какого-нибудь, которого развили до уровня симулятора со всем чем только можно, у тебя будет и кровеносное давление, которое ты будешь поддерживать, и реалистичная стрельба, и там разновидность всяких пуль и прочее, прочее, то есть можно сказать что-то типа армы 3, только одновременно и упрощено, и усложнено, то есть как-то чтобы это было и более отзывчиво к игроку, чтобы тебе было проще играть, да, но и при этом местами где-то доработанное более углубленно, то есть получается что-то очень классное, и я думаю, что к выходу Escape from Tarkov, но к началу альфы точнее, я ни капельки не разочаруюсь, и постараюсь как можно больше вам рассказывать о данной игре, в дальнейшем делать видосики по ней, ну и вообще демонстрировать и рассказывать, что это такое, делиться впечатлениями от альфы, а вы уже будете решать, если вдруг вы не хотите сейчас брать предзаказ, то после моих впечатлений с альфа-теста будете уже, например, уверены, нужно ее брать или не нужно. Ну а насчет, почему мое мнение можно считать объективным по отношению к этой игре, ну хотя бы потому, что у меня более 500 часов в DayZ Standalone, более 250 часов в Арме 3, на предыдущем аккаунте более 1000 часов в Арме 2, потому что я очень долго играл и пробовал и Тушина, и DayZ мод, и еще и в первые флешпоинты играл, в общем, такие игры всегда любил, и как по мне, тактические шутеры это куда важнее и куда глубже, чем простые стрелялки-шутеры вроде того же Battlefield. И как мне кажется, вот рано или поздно большая часть игроков будет именно в что-то такое играть, а не во всякие Call of Duty и Battlefield, которые, как по мне, лишь вымирают и лучше никак не становятся. Каждая новая игра лишь копирует предыдущую, поэтому развитие жанра должно двигаться все-таки в сторону симуляторности. И Escape from Tarkov это, можно сказать, первая ступень, которая в итоге подведет все к очень большему реализму и с виртуальной реальностью и совсем-совсем. В общем, я бы очень долго мог еще так рассказывать о развитии жанра в целом и вообще развитии индустрии, но я думаю, в этом нет смысла, поэтому всех еще раз с наступающим. Если что, я могу делать ролики подобного типа, если вы хотите этого. Ну и ждите моих дальнейших новостей о игре Escape from Tarkov. Может я буду зачитывать ответы разработчиков или еще что-то. Удачи вам, успехов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok